приветствую дорогие телезрители с вами снова кошмар из и сегодня мы наконец-таки с вами добрались до обхода островцов и поселка октябрьский начиная с вами от поселка имени тельмана здесь у нас заканчивается реконструкция но не то чтобы реконструкция да и здесь заканчивается примыкание обхода островцов и поселка октябрьский с новым створом до снова резанкой здесь у нас 4 полосы заканчивается и переносится в 2 плюс 2 и дальше так идет до брониц с перспектива развития до 3 плюс 3 до самих брониц но это далекая перспектива для чего здесь сделано 4 пусть 4 дело в том что здесь нас все-таки скорее всего будет дальнейшее развитие аэропорта жуковский как пассажирского аэропорта и в принципе население раменского и жуковского она тоже постоянно растет настроит высотки 1м cd3 у нас здесь не справится поэтому конечно же движение должно быть комфортнее до улучшение и соответственно поэтому здесь делается по 4 полосы в каждом направлении ну и как мы знаем реконструкция которая была сделана до соединения старо-лизанским шоссе там аж идет по 5 полос в каждом направлении не читая дублеров поэтому конечно же по 4 полосы в каждом направлении до поворота на город жуковский конечно же это прям обязательная программа значит путь провод который был через съезд в поселке минетельмана уже видно что он в точном бетоне видно было что подвесили деформационный швов который в скором времени подхода к нему заработную сделают арматуру и зальют бетоном здесь мы видим что строительность идут как раз это уложена здесь рулонная гидроизоляция поверх нее обязательно будет покрыть точным бетоном таким тонким слоем и уже поверх него можно будет укладывать асфальтобетонное покрытие на самом деле кстати вот этот грейдер он выполняет выполнял работы по геометкам и эти геометки очень сильно мешали мне помехи были очень сильны дрону ну да ладно так мелочи также много было вопросов по поводу вот этого старого моста он так и ответит за связь старый рязанского шоссе старого створа то есть если будет необходимость ехать по старый рязанскому шоссе то есть по старому створу его именно то этот мост так и будет служить соединением а уже подход с новой трассы который будет идти в обход населенного пункта без с бестофорным движением и уходить на новую рязанку а он конечно же будет осуществляться по двум новым путепроводом я решил здесь пролететь под мостами посмотреть какая степень готовности снизу но мы видим что и второй мост он уже в высокой степени готовности игру можно было бы до конца года на самом деле запустить движение при желании необходимости да но к сожалению дорога еще не до конца готова хотя видно что взяли за нее достаточно серьезно может быть кстати по этой причине та часть которая от ульянова ульянина до непец она сейчас пока не строится хотя многие говорят что все упираются там в нефтепровод который идет пересекая трассу около как раз того места где заканчивается обход города коломна но мы не будем гадать наши мои точнее да зрители обещали что в ближайшем будущем узнают как там стоят дела потому что мне ехать на другой конец москвы и в области может сказать да и просто так посмотреть что там ничего не поменялось за последние там три месяца смысла нет если будут какие-то изменения то конечно же я туда съезжу и порадую вас новым роликом и оттуда в том числе а мы с вами продолжаем путешествие по будущему обходу села но не села да как бы на самом пункта островцы который как раз вдалеке и поселка октябрьский его можно инициировать заметите на горизонте видны такие высокие здания башни можно сразу представить сколько это людей там живет вместо обычного частного сектора и конечно же справа обходит будет идти обход а нынешний трасса идет слева но и как мы наблюдаем вот она как раз типичная пробка это кстати кстати это по-моему была пятница это был тот же день когда я снимал тоннель жуковском и часть mcd3 которые пока еще в монтаже но вот мы возвращаемся уже по таким прекрасным пробкам да так хорошо толкались через все стафоры которые находятся в поселке октябрьский данный путепровод который под нами тоже уже видите в высокой степени готовности думаю что скоро уже примутся за его гидроизоляцию и также наверное до зимы он будет готов даже у нас видите дальше уложен асфальтобетон причем слева по моему уже даже все три слоя если все правильно понимаю нет два слова подложка да 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 на геотекстиль и подложка первый слой второй слой финишный слой если вы помните если правильно слушали он будет третьим то есть третий слой будет финишный здесь конечно финишного слоя еще пока нет зато водоотведение вовсю здесь монтируется дальше работы самые активные идут у нас по путепроводу через островецкое шоссе которое подходит как раз к трассе m5 кто-то еще там напоминает что это все-таки трассе е-30 и дальше у нас работы идут по путепроводу через железную дорогу через железнодорожную станцию октябрьская это ответвление как раз от ну можно сказать этом cd-3 используется различные строительные организации которые находятся в том месте если для ориентира можно потому-то река у нас пихорка находится и улица старый двор несколько организаций которые занимаются который используется всяко случай железнодорожного пути более точно если у вас есть информация можете написать в комментариях я обязательно добавлю это в закладки дальше мы видим что через поля ту дорогу частично песочную подушку основу отсыпали где-то сделали уже водопропускные трубы причем тоже видите загидроизолированные в принципе можно приступать к дальнейшей отсыпке но по какой-то причине здесь пока немножко тормознули и строительной техники здесь отсутствует возможно решили пока что закончить самим мостом через москва реку и с подходами к нему чтобы уже больше не возвращаться чтобы укрепить откосы все все это сделать чтобы принципе зиму спокойно это все отстояло если кто-то думает что здесь сделать какой-то временный проезд допустим только до островецкого шоссе нет ребят здесь точно будут делать все открывать сразу и кстати есть такое предположение что возможно даже работы но опять же только предположение ребят это не стопроцентно какая-то там информация что возможно специально здесь форсируют работы автобан немножко притормаживает ну я не нанепет на чтобы не получилось такого что там обход открыли и весит поток будет собираться здесь то есть естественно там все будут ехать быстро а здесь будет собираться огромная пробка то есть по логике лучше сначала вот эту часть открыть запустить а потом уже запускайте ну либо одновременных на самом деле запустить это было бы более логично здесь давнего что-то с кадровкой произошло не то поэтому здесь такая сразу склеечка вот это нас как раз стравицкое шоссе и здесь тоже классическая пробка как раз застафора который там держит и сама старец к шоссе но уходит как раз в верею и ну если так образно то в жуковское шоссе и упирается в быковые платформы удельные но если прям так грубо взять мы видим что здесь несколько таких опор как будто вот сама на самый основной створа шоссе немножко сместиться возможно может быть нет здесь что должны будут разворотные петли находиться поэтому возможно здесь вот такую конфигурацию делают видно что все балки железобетонные они здесь на месте в принципе я думаю еще как бы пару-тройку недель ну максимум месяц они все будут накинуты и короткие длинные и в принципе можно будет уже приступать к устоям также приступать к бетонированию основной плиты основной дорожной плиты опять же почему железобетонные балки они стандартные стандартного размера делаются на железобетонных заводах это самый дешевый вариант в отличие там от металлической стакады или монолитного железобетона самый дешевый и простой вариант в принципе для этот раз вполне почему нет учитывая что шаг опор колонн можно делать разные на кстати следующий балки на накид ведь еще пока опора не готовы она не мне опора но не почему опора как раз не готовы под то есть колонна готовы а вот сама не не ригелет называется башмачки сейчас опять ну станут куда устанавливается сама балка ладно не буду углубляться в термины летим с вами дальше опять же обратите внимание видите здесь как бы сужается немножко дорожная часть почему во первых между полосами дусь будет скорее все здесь барьеры она сужается первое второе момент здесь естественно же у нас будет нас подниматься чтобы паутинный путепровод и поэтому она здесь у нас и проширяется почему путепровод делается вот многие скорее всего зададут вопрос мы же не задавали вот такой вопрос по М12 почему основная дорога идет по путепроводу а не дорога идет верхом поймите дорогу верхом пустить просто строительское шоссе можно разворотные петли более комфортно делать если вы спускаете сниз они идете по верху но реально это сто процентов был расчет и не просто так это делается именно в таком ключе то есть разворотные петли они обязательно понадобятся кстати остраицкие шоссе наверное тоже в скором времени расширят мы продолжаем с вами движение дальше можно наблюдать вдалеке очень большое количество копров я хотел сказать не бурилок а я хотел сказать что допуска будут копры которые забивают свая если у нас находится боулинский лес и так называемую садьба баулина но там говорят что это просто обычная заброшка и больше ничего я здесь немножко притормаживаю и камерой ну и дрон летит медленнее по той причине что у меня здесь начинаются потери связи как раз из-за зданий которые находятся слева в самом получается поселок октябрьский и из-за этого приходится лететь чуть медленнее видно что местность здесь достаточно болотистая несмотря на то что в принципе здесь были поля засеиваемые но тем не менее и что я хочу вам сказать про эти копры почему их такое огромное количество для устойчивости грунтов именно в данном месте она видать очень сильно болотистая очень прям вот очень-очень здесь делают свайные поля свайные поля просто по дорогу что-то похожее используют на трассе м12 но там используют не свая потому что это ну очень дорого использую такие лучше на самом деле более точно узнать такие песчаные колонны то есть их погружают в такие специально закрытые композитные материалы типа видео колонн и опускают на глубину и они в принципе стабилизируют саму почву здесь видите без свая никак то здесь усиливают грунт сваями чтобы он не расплывался чтобы от нагрузки будущей дороги здесь никуда не ничего не всплывалось не трескался там асфальт все это не всплывало в кювет и так далее то есть чтоб не плыли откос и так далее вот поэтому здесь делают свайные поля опять же для устойчивых грунтов и кстати если кто-то знаком более-менее с метростроения то есть тоже когда тоннель очень близко к поверхности идет то в большинстве случаев делают сначала свайное поле такое специально и потом только уже тоннель такой вот ну проходит очень близко к земле это тоже когда нестабильные грунты очень часто такое делают но мы видим что да вот такие плиты временные специально для копров чтобы они могли спокойно заячать и огромное количество самих свай то есть я так полагаю что до следующего путепровода через путевое развитие грузовой станции Октябрьская здесь будет такое свайное поле но похоже такие грунты я думаю что неспроста все это делается здесь тоже нас такой большой путепровод будет тоже с разворотными петлями тоже мы видим что до ширина дороги увеличивается потому что здесь будет насыпная часть в монолите пока еще не видим видим только в арматуре опоры стойки но опять же работы ведутся здесь он даже свою же поднабили принципе тут тоже за скажем так там полгода год это хороший результат кстати я хочу вам напомнить что когда у нас начали здесь активной работы правильно в начале 2022 года потому что мне просили полетать еще в двадцать первом году никаких работ здесь не было были только разговоры что вот тендер тендер выиграли когда когда начнут и только вот здесь где у нас уже уложен кстати асфальтобетон вот здесь такую скотечку сделал здесь был пруд мне вот еще потом многие писали в комментариях что да там какой-то такой отстойник был а его только сушили вы поменяли его основу то есть на песок кстати то же самое делают в некрасовке когда вот строили м12 ну точнее северо-восточную хорду там тоже была подмена замена грунта и вот видите даже из асфальт положили но почему мы в следующем году скорее из унипоения хотят в принципе долго обратите внимание дальше работ никаких нет непонятно по какой причине то есть слева видно что какую-то забора сделали относительно рабочку то есть но технологическую дорогу но вот сами вот эти вот кусты и вот всю почву никакого среза пресс не происходит плодородного растительного слоя пресс запоминаем не происходит непонятно по какой причине либо еще опять какие договоренности из заключены либо нужен какой-то там порубочный может быть билет либо еще что-то но очень странно что здесь ничего не происходит это немножко напрягает хотя сама развязка старая замка там дальше на достаточно степени высокой готовности там даже начали дальше делать опоры эстакады ну будем надеяться в принципе и мы знаем с вами по трассе м12 активно за ней следим да то что наземную часть дороги сделал достаточно быстро то есть срезать плодородный слой пресс поменять если не нужно усиливать с вами как мы до этого с вами смотрели да кстати вот справа река пихорка и но очень быстро это делается то есть гораздо быстрее чем сами искусственные сооружения кстати я еще раз да напомню что на участке ульянина непец на тоже сначала делали начали с искусственных сооружений то есть даже саму дорогу даже еще не начали рубить лес но начали с искусственных сооружений и это правильно потому что когда уже дорога дойдет искусственно сооружение буду высокой степени готовность их делать дольше всего и это логично и это правильно так что в принципе ничего страшного думаю что если поставить задачу то до конца следующего года почему бы не запустить здесь движение я думаю что она бы очень сильно спасло а сейчас мы с вами ждем когда достроит вот эту часть до старой рязанского шоссе вот до этих вот путепроводов замечательных думаю что в ближайшее время движение здесь запустит конечно пробок здесь меньше не станет но хотя бы при движении в область будет съезд ну вот не по такой зигзагообразной дорожки а вот по такой более по таком более плавном съезда вот все давить обратить внимание что здесь тоже ведутся работы и по устоям и по бетонной части и вон стоит даже готовы принять новые металлические балки я думаю что в ближайшее время вопрос здесь решится кстати да очень высокой степени готовности под эстакады который идет у нас от лыка от лыдкарина полностью выровняли часть дорожного полотна если вы помните здесь было все в разных уровнях как-то скакала то есть часть дорога шла слишком высоко какая-то часть слишком низко теперь все это выведено в один уровень и в принципе можно как-то запускать движение и вот до классика у нас трасса m5 я хотел прям это показать и хорошо что я попал здесь в пятницу вот посмотрите что такое бутылочное горлышко что такое из 6 в 5 из 5 в 4 из 4 в 3 из 3 в 2 да еще и зигзагом с не очень должен расположен в пятницу это просто вечер от на m5 никому не пожелаешь у кого дачи блин честно сочувствую потому что его рифка тоже стоит чуть не будут делать когда начнут строить платку непонятно докажи тоже непонятно когда начнут строить это конечно жесть если на этой ноте прощаюсь еще обязательно в теплое время года наверное в конце сентября в октябре здесь еще появлюсь посмотрю что здесь происходит я сразу проанонсирую видео по юго-восточной хорде и также про mcd3 что будет ближайшее время с вами был кошмар из до новых встреч и пока пока